Эти кадры были сняты в конце учебного года на уроке белорусского в 16-й школе. Дети уже ушли на каникулы, а для их преподавателя Евгения Валерьевича наступила поистине жаркая пора. У победителя областного этапа конкурса профмастерства «Учитель года» осталось всего три месяца, чтобы подготовиться на республику. Настолько широкий шаг вверх мазыряне сделали впервые за последние 11 лет. Скажу по ширости, те эмоции, какие были у моей души, у моих думках, это нечто невероятное, значное, по той причине, что до последнего момента, до объявления, нам выники никто не говорил. Фактически мои соперники, которые были с Жлобина и с Гомеля, они были действительно такими творческими и понтанными наставниками. Но, как говорят, в конкурсе помогает лучше. Так сталося, что когда назвали моих соперниц, тогда я начала у души действительно ликовать. Памятую одно, памятую залу у палаца наставника, памятую, как назвали моего прозвища, памятую, как Сергею Ивановичу Порошину ручил диплом, гоноровое перо, символ нашего конкурса областного этапа. И, конечно, после этого я сразумел, уже на сцене, когда стоял с восьмеркой, восьмерцем от снейших, что все-таки теперь на наших плечах лежит тяжер в области. В арсенале молодого, но яркого педагога Евгения Есиса десятки методов и способов, как увлечь детей красотой и колоритом национальной культуры. А самым эффективным средством расширить свои профессиональные горизонты он считает преодоление самого себя. Сегодня наставник повинен захопить в учнях своим предметом. Ведаем, что белорусская мова и литература, она не находится в таком широком обиходе, управлено не с русской, а с английской мовой. И тому от меня, от нас, от всех наставников белорусской мовы, и залежит того, на каком уровне наши учни будут говорить, думать, писать, читать по-белорусски. Мы – это потенциал для наших учнях. Выбор будущего, признается молодой педагог, был определен еще в детстве. Прага и любовь до белорусской мовы не с дарма заявилась у меня. Я благодаря своей первой наставнице, Надея Рыгоровне Кисловой, которая в первую очередь зашла до нас в 1994 году, в первый класс, и провела урок на белорусской мове. В пятом классе нас подхопили выдатные наставники белорусской мовы, это Галина Владимировна Журавлева. Затем была Людмила Петровна Машковская и Людмила Павловна Миранович, которые эту прагу развивали. И, в результате, когда стал выбор, кем стать, безумовно, только наставником родной мовы и литературы. Несколько лет упорной работы – это поиск индивидуальных методик и своих подходов к ученикам. Как итог – победы на педагогических конкурсах, признание коллег и родителей и любовь школьников. Ведь именно их желание понять то, что говорит учитель, в первую очередь, становится личным достижением наставника. Евгений Валерьевич очень хороший учитель, на его уроках всегда находиться очень интересно. И он очень доступно объясняет материал. Всегда очень понятно все. Республиканский этап конкурса «Учитель года 2017» стартует 18 сентября. Оставшееся время Евгений Есис планирует потратить на подготовку. Восстановить теоретические знания, подготовиться к мастер-классу и творческому заданию. И главное – довериться команде, которая будет рядом на финале. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цирулик, Юрий Горобец, Телеканал Мозырь.